17 по 23 мая в Наринмаре проходит неделя безопасности на дорогах. По инициативе Организации Объединенных Наций в этот период проводится глобальная неделя безопасности дорожного движения, темой которой является снижение скоростного режима в городах, в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков. К международной акции присоединился и Наринмар. Как пояснили в ГИБДД по Ненинскому автономному округу, снижение скоростного режима напрямую связано с сокращением летальности в результате дорожно-транспортных происшествий, в связи с чем в указанный период на территории Ненинского округа пройдут ряд мероприятий под единой концепцией «Дороги для жизни», направленные на повышение безопасности дорожного движения и привлечение внимания общественности к проблемам аварийности с участием пешеходов. В программе недельного марафона безопасности интернет-акция «Минутка ПДД» – проверки в учебных заведениях на наличие учебно-методических баз и уголков по безопасности дорожного движения, торжественное принятие в ряды юных инспекторов движения, акция «Сбавь скорость, сохрани жизнь», завершится профилактическая акция «Мотопробегом». Его цель – это привить участникам дорожного движения неукоснительное соблюдение ПДД. В этом году последние звонки в образовательных организациях региона пройдут с 17 по 31 мая. Первыми 17 мая завершили учебный год школьники в поселке Шойно. 18 марта прощальный школьный звонок прозвенел в школах Харуты и Великовисочного. 19 мая в Ниссин, 20 мая в Оме. 22 мая прозвенит звонок для школьников в поселке Красное и селе Коткино. 28 мая праздничная линейка пройдет в Нинецкой специальной коррекционной школе-интернате, а также в школе Охсина. Для выпускников городских школ, а также школ Нижней Пёши, Тельвиски, Амдермы, Каратайки и Нельминоноса последний звонок прозвенит 29 мая. В школах Индиги, Харивера и Усть-Кары – 31 мая. В 2020-21 учебных годах из окружных школ выйдут 550 выпускников 9 классов и 237 выпускников из 11 классов. Рейтинговое голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда» завершится в воскресенье 30 мая. Напомним, на рейтинговое голосование в НАУ заявлено три проекта по благоустройству общественных территорий, расположенных на Винмаре, прогулочная зона в микрорайоне Сахалин, общественная территория в районе дома номер 34 по улице Первомайской, спортивная площадка в микрорайоне Старый аэропорт. Узнать подробнее о том, что конкретно будет сделано в ходе реализации каждого из проектов, можно на сайте 83.городсреда.ру. Здесь же можно проголосовать за один из них. Напомним, проект, который по итогам голосования получит наибольшую поддержку, будет реализован в 2023 году в приоритетном порядке, остальные в соответствии с рейтингом в последующие годы. Параллельно с вакцинацией от новой коронавирусной инфекции в Ненецком округе идет иммунизация населения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. В рамках национального календаря прививок медицинские работники проводят вакцинацию детского и взрослого населения. Ежегодно в поликлиниках у округа делается порядка 20 тысяч прививок. За первый квартал текущего года ежегодные прививки сделали более полутора тысяч взрослых и почти столько же детей. Иммунизация в рамках национального календаря профилактических прививок проводится медицинскими препаратами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Как отметили в профильном департаменте, вакцин для профилактики заболеваний, включенных в национальный план, в регионе достаточно. В настоящее время ожидается поставка плановой партии препаратов. Они поставляются в соответствии с планом из расчета взрослого и детского населения. Все прививки по национальному календарю делаются бесплатно. Записаться на вакцинацию во взрослую поликлинику Ненецкой окружной больницы и детскую поликлинику можно по телефонам, номера которых вы сейчас видите на своих экранах. Школьники Ненецкого округа, оканчивающие в этом году девятый класс, могут поступить на бюджетные места в Ненецкий аграрно-экономический техникум. В этом году здесь открываются три группы по 25 бюджетных мест в каждой. Это специальности защита в чрезвычайных ситуациях, ветеринария и экономика и бухгалтерский учет. Также будет открыт набор на внебюджетное обучение по специальности «Право и организация социального обеспечения». Студенты получат квалификацию юриста. Отметим, ребятам, которые захотят стать спасателями, нужно будет сдать вступительные испытания – бег, прыжки в длину, отжимания и подтягивания. Они пройдут 12 августа. Приемная кампания в техникуме начнется с 18 июня. Ознакомиться с информацией можно на сайте техникума, задать вопросы по телефону 4-69-00. В Ненецком округе стартовал прием документов на соискание премии за особые достижения в сфере культуры по итогам 2020 года. Заявки соискателей принимаются в Департаменте образования, культуры и спорта Ненецкого округа до 14 июня текущего года. Прием документов осуществляется по пяти номинациям – искусство, библиотечное дело, музейное дело и охрана памятников, народное творчество и декоративно-прикладное искусство. Принять участие в конкурсе могут граждане, творческие коллективы и организации, внесшие значительный вклад в культурную жизнь региона в прошлом году. Размер премии составляет порядка 20 тысяч рублей. Поощрение могут вручить как одному соискателю, так и творческому коллективу. Победители объявят в июне текущего года после рассмотрения претендентов на заседании коллеги Департамента образования, культуры и спорта по вопросам культуры. Соискатели, которым присуждаются премии, будут определены членами коллеги путем тайного голосования. Премия была учреждена в 2010 году. За весь период существования ее получили 50 человек, внесших существенный вклад в развитие культуры. Более подробную информацию можно получить по телефону, номер которого вы видите на своих экранах. Жители Ненинского округа приглашают принять участие в пятой юбилейной битве мангалов. Мероприятие пройдет в рамках гастрономического фестиваля «Вкуснау» 5 июня в Центре арктического туризма. Зарегистрироваться на участие в битве мангалов необходимо до 29 мая. Количество команд не более 10. Участники должны придумать название команды, поделиться семейными рецептами маринадов или блюд на углях и, конечно, приготовить еду. В этот раз участники сами должны выбрать и подготовить продуктовый набор для своих блюд. Ознакомиться с положением конкурса можно в группе Центра арктического туризма НАУ ВКонтакте. Компания по летнему отдыху, оздоровлению и трудоустройству охватит порядка 4 тысяч детей и подростков Ненинского округа. Дети из округа этим летом смогут посещать лагеря дневного пребывания, подростки – работать. Часть детей отправится на оздоровление в санатории и отдых во Всероссийские детские центры. Детские лагеря будут организованы на базе школ, спортивной школы Олимпийского резерва труд и детско-юношеского центра «Лидер». Всего в регионе откроется 28 площадок. Их смогут посетить порядка 1800 детей и подростков от 6,5 до 17 лет. В бюджете региона на организацию этого вида досуга детей предусмотрено более 25 миллионов рублей. Отличники, победители Олимпиад и конкурсов, дети, добившиеся успехов в спорте и других сферах, направляются во Всероссийские детские центры. В округу уже выделены 20 путевок во Всероссийский детский центр «Океан» и 52 путевки в смену, 10 путевок в «Артек». Кроме того, будут выделены путевки в «Орленок» на оплату проезда детей до детских федеральных центров и обратно. В окружном бюджете предусмотрено порядка 4 миллионов рублей. Также дети из округа отправятся в санаторий по путевкам мать и дитя. В санатории «Делуч» в Анапе поправят здоровье 352 ребенка. 220 ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении отдохнут в лагере «Лазурный берег» в Геленджике. Школьники старше 14 лет и студенты смогут устроиться летом на временную работу. Субтитры подогнал «Симон»